итак приветствую друзья всем огромнейший привет мир добро любовь и свет в общем сейчас мы с вами экспериментируем мы продолжаем я сделал паузу потому что нужно было загрузить видео не за почему так она тяжело грузилась серьезно говорю посмотрим что у нас вроде бы микрофон стоит все стоит в общем все работает вроде бы все должно быть как положено но и сейчас мы с вами попробуем все-таки поснимать еще людей нашел интересный формат соответственно чтобы и людей не подставлять но и соответственно так чтобы все было хорошо прекрасно вы знаете что у меня все-таки комфорт комфорт эконом я отключил стал только только комфорт да опять такое ощущение как будто у меня какая опять какие-нибудь проверки предлагает мне чтобы я детский сделал тариф ну и конечно же помимо всего помимо всего есть еще один момент не очень хороший не очень радузный комфорт плюс я не подхожу а эконом насколько я знаю отключил потому что не дай бог сейчас эконом начнешь делать это все это негатив будет тебе обеспечен на всю оставшуюся жизнь в общем немножечко подождем я думаю сейчас будет включение потому что долго обычно прогружается здесь у нас еще немножко сбивается геолокация хотя смотрю вроде бы на телефоне отображается все хорошо теперь давайте немножко расскажу чтобы начать работать такси вам нужно получить лицензию вам нужно пройти техосмотр получить диагностическую карту и вам нужно каждый день получать вот такой путевой лист принципе лицензия лицензия у нас лицензия ползет очень долго лицензия делалось три недели помимо всего вам нужно еще сделать справку справку об отсутствии судимости справка тоже делается через госуслуги это бесплатно делалось без малого три недели извиняюсь за звук у меня здесь не выпустят еще 1 е-мое но ребят но выпустите меня пожалуйста ну чё вот поэтому наверно водитель такси всегда и паркуется вторым рядом потому что их никак в жизни не выпустят поэтому они и паркуются вот знаете чтобы чтобы времени терять ну ты же видишь то есть тебя затор ну пропусти ты пожалуйста ленин чушь ты ну же ну видно же о нифига себе меня на 1 правда пропускает вот это да нифига себе на правда и пропускает обалдеть вот это да я все наговариваю про toyota ну что у нас мы с вами сейчас поворачиваем 5 на улицу санаторная заказа обычно следует сантор мы сегодня уже так делали давайте слушай знали здесь мама педист она конечно же может и и сюда сделать мы сейчас едем с вами на улицу клубничная вот как бы так что касается техосмотр там если не ошибаюсь 1300 что ли и получается вот каждый месяц на работа в такси обходится тоже в 1300 это как раз вот те самые путевые листы и так далее сразу говорю когда вы получаете путевой лист вы конечно же постарайтесь сделать так чтобы и вас этих путевых листов собой не было вы берете из дома 8 утра один единственный тот путевой лист и начинаете соответственно работать вот именно на работе начинаете с путевого листа то с этого самого потому что знаете здесь как бы сразу там печать проставляет все если например тебя эту типу бумаг обнаружат то тебя могут как моего друга развести на 30 тысяч рублей за подделку документов это уголовное дело так далее я кстати нифига не заполнил потому что там еще надо километраж ставить блин а я как почему я забываю про километраж короче километраж тоже нужно нужно проставлять слушай ну мы сейчас прям задницу сам поедем вот я вам отвечаю вот мы сейчас должны вот делать сейчас скорая мы должны сами свернуть налево вниз трэш будет он нифига себе по тротуару на скорой да ну а что почему нет давай так дави дави пешеходов сразу если что с ними и чё сделаешь сразу их отвезешь да вы говорите что скоро не приезжает мне кажется скоро приезжает да кстати первый видеоролик пробный я начал для вас загружать посмотрим что из этого получится я знаю что в это время вы уже смотрите время сейчас эти 1717 ну потому что помимо всего нужно еще и монтировать за меня никто не будет не монтировать ничего на вопросы да по поводу того почему там я просто хочу развеять мифы и показать что сочи в любой сфере можно любой сфере можно зарабатывать тут даже разговоров не может быть и было бы как говорится желание кстати вот это уже на вторая часть видеоролика в первой части видеоролика вы уже посмотрели да и парень который работает непосредственно там не за этом в ресторане и все вот вам примерно говорят и те преподаватели которые работают в институте в общем у каждого свое мнение это мнение может с вашим мнением пересекаться может не пересекаться но такая суровая суровая правда жизни мы сейчас здесь поворачиваем это понимаю внешне поворачиваю или нет да там же у нас наверное вниз я здесь был не как-то кого-то одну квартиру я вам показывал ну такое знаете такое из категории в эти старые дома блин тут есть определенный дискомфорт да кстати вот не одна из клиенток не клиентка подписчица написала что главные минусы сочи это горы косогоры но знаете для кого-то минусы например мотоциклист наоборот старается приехать чтобы можно проградиться по серпантином по красивым местам и так далее ну не знаю видите какая каждому как говорится свое ну что куда мы с вами едем сюда что ли прямо наверно сюда понимаете здесь каждому свое кому-то это минус кому-то это у нас и за плюс поэтому тяжело как бы сориентироваться и сказать не за это к нам девочки и тренинг там девочки это наверно там да она к нам добрый день здравствуйте я собаку не указал если вам переведу она у нас маленькая можно да может там есть я мог где развернуться я могу шлагбаум открыть можно там давайте там про это развернусь что бывает такси собаками не хотят брать мы просто сегодня не запланировано получилось не должна поехать три минуты случилось что пришлось езжать не ну если была большая овчарка я бы не взял я боюсь собак понятно нет даже вот к ней часто если вдруг не указано я всегда указан скажите нам пожалуйста она уже плата картой мне за собачку да ладно что ты издеваешься чтобы но собака есть есть ночью у меня у самого две собаки два шпица поэтому все шли нормально к этому отношусь куда мы едем на черноморскую черноморскую к черномору чё там собаку распусти там же собаками сейчас нельзя гулять не мы и мы их выкинем по пути где-нибудь на мелодии за что будет нормальный парень чего выкидывать уже вроде ничего такого плохого этой жизни не сделал как понять выкинуть тут котенка жалко выкидывать и человек хочешь выкинуть высадить ну ладно как вам здесь район как вам здесь район мне нравится он такой спокойный не проедешь не пройдешь до 1 автобус наверно вам собираться здесь же автобус не ходит вниз и вот а именно вниз нет только 1 подниматься на автобусе как это на нем по четырнадцать часов работаешь а учились работать сочи отдыхают санта где ресторане жури 100 клуб заведение которое по будням как ресторан а по выходным как это какой у нас такой kit акидла это я знаю что кайкид там короче это особенность кита заключается в том что там самые стойки сохраняются да там до 10 утра раньше был да вот помнишь платформа на когда звался до 10 утра работал до единственный это дальше как бы все идут атлас без тужев потом зайдут в стептиз клуб нигде и везде все им обломится и потом уйдут уже в 4 утра идут в кит и все и и до 10 утра накидываются или ваша другой график а до семи не раньше до 10 было вот три года назад но это когда платформа да надо а банка заработает баня и там баня тоже был прикольно страшно такая классная горка из банки прям в море не у нас там не был когда я там был еще это не было этого ну говорят гости там горит дорого 15 сейчас там жесть как дорого там не то что 15 тысяч там ты еще должен за за допы у нас вышло тысяч на 25 короче 50 тысяч вышел за два или два с половиной часа какой не дешевый удовольствие ночью народ сейчас ходит в клубы нет или жарко или ходит жарко конечно вот вчера ночь которая была это вообще такая духотище стояла просто прям ночью духота а в пятницу больше народ или субботу сегодня будет до самой расколбас сегодня твоя смена моя да ладно девочки красивые есть вчера знаете такая ситуация смешная была у меня сели два стола где-то в десять часов вечера чисто девочки чисто такие красивенькие все пришли искать себе мальчика полтора часа они просидели и что-то вот в эти полтора часа какой-то затишье было прям вообще затишье они развернулись ушли проходит полчаса садится посадка одни мужики да ладно да вот вы девочки чуть-чуть бы еще посидели мы тоже там как-то один раз были в ките но я пришел то в десять часов а в одиннадцать уже свалил я головой скучно никто не танцует эти все годы чё в час только нужно стоите я бы я в час плю говорю ну чё а я был в 10 с 10 до 11 помню ты арбузы приносили тогда сейчас надо есть арбузы приносишь холодный лет ну как в меню есть арбуз на большие дата такие нам приносили просто нарезка а ну холода который до с холодильника да вот что-то у нас особо не это как бы я там не пил там сейчас короче вот этот кит он же перезапустился с того года он в том году был премиум сегментом типа очень дорого поставил владелец ценники а в этом году запустился вот прям очень хорошие цены приятные недорого насколько недорого сколько сход стоит бесплатно а бесплатному кажется что-то платили мне кажется или нет раньше как платформе было не скажу а вот сейчас в том году еще кстати не все даже пускали потому что там весь контроль был жесткий треск вот прям все но он в том году прогорел наш владелец потому что никто туда и не ходил да конечно блин смысл у нас знаешь как бы как стремно говорит конечно ну стремно ну скажу поехал в астрахань на рыбалку с отцом до самолета оставалось очень много времени думаю чудом делать там пойду там стриптиз клуб прихожу стриптиз клуб а там раз а вы в этих как в четверг в камуфляжных костюмах я бы у вас астрахань покажи мне одного человека хотя бы кужом смокинге ходил кучу начинаешь мне вот у нас дресс-код я бы ты дебил гуну этого охранника вытучу год делаешь то потом раз зови администратора администратор ничего не ты вызови администратора администратор заходят я бы чем не может пройти что ли девочка ну вы знаете я бы вас есть випка будет есть сколько стоит аж 15 тысяч я говорю я на депозит кладу 50 они там давай там ну как бы ну чтоб мы в сочи живем чё-чё судить по внешнему виду правильно у нас с внешним видом только риэлторы красивые но они все нищеброды они не могут отдать даже чего и оставить понтов выше крыши а толка нет мне так что говорю так всю жизнь как бы ну к тем более клуб это я понимаю если там не было жарком там же у вас жарище там был там просто жесть и что-то хотят сказать что-то надо приходить в галстуке в рубашке и в красивых штанишках и туфлях мы тоже бред правильно же поэтому в этом году он и запустил вот так то есть там у нас можно бутылку игристого купить за 2 300 и даже не нужно ничего сделать тактористу за 2 300 нифига себе но при этом есть меню и алкоголь за 80 тысяч покупает да ладно редко но метко бывает заскакивает прям вот москвичи какие-то заряженные и есть там всякие там прокуроры а кто больше девочки выхабучиваются покупают или мальчики все таки мальчики девочки а мальчики девочек дам все таки а сок пивасик стоит 350 рублей да ладно как как на пляж а не 0 3 да не на 5 а 0 5 сколько нет а разлину не туда вас только бутылочка разливной только внутри да ладно это он так специально сделать чтобы получается больше покупали пиво чтобы 0 5 и не брали чтобы брали 20 третьих хитрожопые все хитрожопые ну кстати вот я единство сколько от клубов был плат вот эта платформа кит польша там хотя бы есть место где потанцевать потому что вот в атлас идут а где там танцевать было атласе там где там нету там между столов стоять там довольно тесно и на каскадах у вас обычно после атласа до ком идут потягиваться до после атласа ну просто бестужево может быть да как бы потому что я знаю что у вас где-то в час начинается движ до не раньше часа не видишь какой-то ночной клуб вы сделали который работал бы 6 вечера было классно для моего возраста а мы же уже все в 12 час уже спим понимаешь но в ките хорошо слушайте там и шоу программа получала на суббота девочки танцуют раньше еще мальчики танцевали на их убрали потому что как в основном контингент все-таки который платит это мужчина прям ходят а ведущий есть что-нибудь такое девочки налейте себе на маечки покажите такой такой есть на все руки больше при этом приезжие или местные все-таки ходят приезжие такими сада отрывается до один день а в межсезонье село есть у вас нет или сезоне он не работает ага начинает а вот вот он открылся 25 апреля и закроется ну вот как холода наступит а 20 апреля начинает но сейчас народ больше остановится все качает все больше и больше собственно прикольно сок депозит сейчас также двадцатка нет они разные там на маленькие стены которые наверху на террасе на террасу открыл еще то есть в том году у него был только два каскада справа и слева а в этом году еще можно подняться теперь наверх прямо терраса в море находится мнение могут были вот прямо диджей с правой стороны столики сбоку где самых хороших про это там двадцатку вроде было депозит сейчас в ночь 15 а 15 на час но кстати понизили грибы цены я вспомню цены были такие непонятно но мы все он даже депозит даже не смогли отъесть того выпить у нас когда особо никто не бухает поэтому взяли мохито безалкогольный арбуз вот и все вот и все развлечения а что прям девочек много приходит прям который под жестко под съем да прям реальность целенаправленно приходит да как это модно один вы берут напиток на всю ночь до того и потихонечку полглотка выпивает сейчас просто знаете из-за того что у них депозиты то есть они все равно эти депозиты высиживают прям тютелька в тютельку да ладно вчера не четверо у них 15000 депозит она у меня спрашивает говорит мы что-то должны еще я говорю сейчас я гляну уже говорил у вас говорю еще 250 350 рублей говорю этого вазита на пиво мне принесите дорогу доходите хоть не хочешь да все да 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 и все и ушли прикольно ночью хочу это позволяет девочки но особенно которые вот подсъем мужики до заряжают любитки вчера даже вот малолетки тоже их пустили вчера но из-за нас 21 плюс вход может им конечно 21 плюс как бы молодежь выглядеть непонятно теперь где же не тут день ну если возможно туда здесь да вот хорошо сейчас скажу все давай до завтра вот и эти маллетки тоже вот это вот а сколько стоит я говорю тебе не сколько стоит сколько стоит мы с ним все я ему рассказываю что сколько стоит он все заказал депозит он израсходовался говорит а у меня говорит еще там есть на депозите деньги типа если там есть неси еще бутылку водки я говорю говорю еще должны уже как он говорит а да а сколько я говорю ну сейчас я в компьютере посмотрю подойду он говорит не пойдем вместе посмотрим то есть он думает что я его сейчас обману я говорю ну пойдем говори там тысяча двести пятьдесят доплатить он говорит ага хорошо давай по карте оплачивать и начинает уходить я говорю другу или все понравилось это все классно я говорю чей выговорю на твое усмотрение он ну то есть нет у человека понимания что я с ним бегаю уже три часа и что я с этого ничего не но он с возрастом придет вот мы идем куда-нибудь в ресторан мы себя 20 процентов закладывать который по чеку 20 процентов всегда оставляем стабильно но есть прям совсем хорошо было когда нам наверно найдут например стол да например нету например там тоже мы до пришли нам взяли нашли там же все равно стол заранее все забронируем правильно на нашли мы еще официанту 5000 просто дали как бы на на пиво как бы начать 5000 нормально как ключевые потому что он взял подсуетился мы уже начали уходить он говорит давайте я вам найду и в общем стол нашли и все вчера вот прокурор сидел у нас какой-то не знаю сочинский не сочинский общем но его знают в этом заведении то есть ему даже владелец счет закрывается посидел все там на сотку на 100000 может посетить вот да ладно они компания там сколько человек на 15 ну то есть это не не так дорого на 100 тыс он официанту 25000 он ломану менеджером 25 сегодня у меня пожарники банкет 37 человек да ладно не сказали да что тоже все должно быть главное но так нравится сочи нету жить в сочи да очень нравится даже вот эти маленькие пробки которые я из краснодара приехал и от пробок убежал по полтора часа ездить на работу к азарвата где больше получается в сочи или краснодаре а и в краснодаре то было нормально не от дичьевых больше знает краснодар или сочи да вот одинаково правда одинаково нет наверное все таки в краснодаре зарплата побольше а здесь чем и а там ставка больше даже за выходе просто полторы пять процентов от выручки стал я там сто тысяч выручки я забрал свои там сколько пять тысяч а здесь такого нет здесь везде почти два процента от выручки и а чего и ваша да понятно блин песок получается за ночь 10 получается по разному вот вчера я ушел всего 5 300 плюс оклад полторы но 7000 до за ночью наносиме отыграешься будет лучше тоже фарт еще правильно такова нарвешься тоже причем я последнее время замечаю сейчас какой-то вот контингент приехал в сочи ну наверное надо ждать шански августа и сентября когда приедут заряжены а сейчас дай немножко эконом да и режим эконом да это есть такое она приводит у меня на тех выходных в ночь барышня с мужчиной со своим праздновали день рождения посидели они вдвоем и двое друзей у них были но они так не пили и ушли рано короче 36 тысяч на их закрыл они сидели в 6 вечера часов до четырех утра прям долго долго она рассчитывается первый раз потом а говорю все понравилось все классно говорит вообще все супер и поздравили меня красиво говорит день рождения все тортик все красиво говорю ну все класс потом у нее до заказа пошли там что-то на полторы тысячи на счет на сидела там я еще раз ее рассчитываю она уже домой собирается говорю ну так все все прям понравилось она мне этот счетницу отдает пустую прям прям отдает в руки то есть я и на место ставлю она ну реакцию точно все понравилось она говорит да все вообще очень классно я горит тогда чаевые мои на ваше усмотрение он такая бой прости я забыла и достает мне четыре полтинника на сорок тысяч просидел но это же девушки не нашему со своим мужчиной то есть ну причем оплачивала действительно она почему-то счет не знаю поэтому когда у меня вдруг не дай бог садится мной с посадка девочек я сразу расстраиваюсь если они мужиков не найдут то я стану ахахахахаха помоги находить девчонки справа не было вот там они только ушли реально полчаса проходят и все надели заваливаются причем все такие пьянющие мужики пришли депозит у них 15000 они выпили по 4 коктейля не по четыре, всего четыре коктейля ну вообще там, то есть у них счет на пять тысяч он говорит, я что-то должен я говорю, нет, говорю, мы вам еще, говорю, десятку должны вообще, может еще что-то он говорит, ну давай две бутылки Игористова с собой, то есть он, были бы девочки, он бы их угостил, то есть они бы там все, законодатель а так как-то они что-то прям все, разминулись все вчера не знаю, не повезло ни одним, ни вторым ничего страшного, бывает что же делаешь, это опыт опыт все, здесь, да? да все, давайте, счастливо спасибо за приятную беседу взаимно, до свидания спасибо, до свидания ну что, прикольно? прикольно, да? великольно короче, кстати, даже вот пробки нет ничего, вот видите, ребят ну, имейте ввиду, что нужно конечно же не, само собой как бы парень немножко это, ну я думаю, ему больше позитива и так далее, чтобы не не получилось там выклянчиво и так далее не знаю, но в целом как бы нормальный, хороший ну у него такой вот, он располагает в себе, что он такой добрый, такой отзывчивый, такой, знаете такой вот и на этом фоне, конечно же есть большая вероятность, что скажет, а ладно скажет ну а что еще сейчас Даша Чаеваян облазится, скажет ну не надо мне не надо мне вот как бы так ну ладно мы с вами сейчас ползем немножко дальше ну и видно, что порядочно да, как бы он понимает что за собаку там, за кошку есть какая-то доплата за животных да, там если, например вдруг красивая девушка едет с тещей за тещу тоже есть доплата да, там в Яндексе ну сами понимаете да, как бы потому что никто не хочет как бы, ну связываться вот с этим шучу, шучу за тещу нет доплаты шучу ну и конечно ну я, знаете как бы, если у меня не было собаки тем более, там такая маленькая собака там в кармане смотрят можно ну за нее брать доплату захочет оставит чаевые не захочет и все а так, чтобы там на номер телефона клянчить там еще да, да да, я же себя не на помойке нашел правильно же правильно ладно мы с вами едем на следующий заказ почему-то до него нам ехать аж 6 минут я не понимаю почему такая долгая подача реально 6 минут вы понимаете 6 минут да, кстати по поводу лицензии вот если, например в любом другом городе России вы можете работать в том числе и без лицензии то вот, например вот в Сочи это не проканает вам придется получать лицензию но если вдруг так получилось что у вас нет лицензии у вас есть шикарный вариант вы можете пойти например в такси Максим ну такси Максим вот смотрите вот есть вот тариф эконом да, с ними никто не хочет сталкиваться есть тариф комфорт комфорт плюс там бизнес и так далее понимаете вот есть сейчас секундочку в общем есть эконом да, там совсем жестко и люто есть соответственно помимо всего конечно же и комфорт комфорт плюс и так далее а есть такси Максим вот такси Максим вот чтобы вы понимали это прям не знаю там это прям тот самый лютейший 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 вот там и машины соответствующие такие я бы там зашел сначала посмотрел думаю зачем мне получать лицензию думаю можно без лицензии думаю возьму думаю такси Максим да и все но знаете с моей стороны если бы я не получал бы лицензию как бы и все остальное с моей стороны была бы для вас бы информация недостоверная да что как вот три недели уходит именно на все три недели уходит поэтому имейте это ввиду и ну прям сразу не получится но хотя с другой стороны вы можете спокойно взять и начать на арендованной машине ну что здесь здравствуйте здравствуйте не забудьте сколько ехали в безопасности вам куда ехать ну вот поездка поездка ну хорошо понял просто у вас здесь адрес менялся поэтому я тоже думаю вдруг поменялся да не не ну здесь да я просто вышел и переставил а то там вокруг надо было ну да есть такое да сейчас мы здесь развернемся какая там какая улица революционная 7 7 а ну посмотри реверский переулок 7 да да все вместе реверский переулок реверский переулок 7 здесь адрес реверский переулок ну покой узнаем надо сейчас довезем сейчас быстрее даже будет здесь мы сейчас развернемся конечно здесь разворачиваться нельзя но куда деваться здесь немножко в этом тошнении по-идиотски все сделано понимая что нельзя но но это не через сплошную поэтому я думаю можно выдержать а камеры есть? в Сочи нет камер вообще? ну они нищеброды прекрасно нет серьезно нет вообще отлично главное чтобы гаишников по барабану на все эти тут главное быть трезвым они всегда разводят только на алкоголе все остальное им по барабану здесь все остальное им просто по барабану вот здесь все это разворачивают потому что понимают прекрасно что все не совсем так как нужно потому что как-то сделано здесь непродуманно как бы мы должны проехать черт знает куда там проехать и там разворачиваться еще опаснее чем здесь поэтому вот есть такой момент есть такой нюанс сам не одобряю но ну такое есть вот в этом отношении здесь размытка сделана непродуманно в Камеле остановились? да нет вот здесь не по 0 а вот курорт как раз в Камеле нет нет места да ладно там такие цены что-то мест нет нет там мест с ноября будут гранили да ладно офигеть мне в прошлом году два дня обошлось 100 тысяч мы к свадьбе делали там надо было утро невесты там завтрак невесты пришлось сколько сейчас скажу 428 рублей 428 рублей возьмите возьмите оп не надо не надо нет мало ли что-то да нет у меня просто был подавчера клиент там 188 рублей она говорит у вас же наверно 12 рублей не будет сдачи а у меня не было 12 рублей давайте тогда я вам переведу говорите номер телефона я говорю ну хорошо ну мало ли что уже кого-то поймали а это здесь ну как бы выделена полоса для автобусов где-то им нравится потому что за это можно побольше это развести а ну только вот смотреть да на выделенные такси можно да такси можно автобус вот этому точно нельзя сейчас этих поимеет девочек прям сидя лежа на голове в припрыжку в прискок на потолке и сколько это будет пятерка ну они за пятерку договорятся да за пятерку договорятся ну им наверное скажут 10 на троих 15 ну я думаю как бы девочки что-то поулыбаются там грудь покажут за пятерку договорятся гаищники уже нормальные не геи нормальные да нормальные а здесь просто все делают поумному доезжают вот до этого сейчас вы увидите мы сейчас будем проезжать доезжают до цирка на цирке поворачивают и небольшой аппендикс делают и все и типа не нарушает потому что знают что гаищники стоят у нас только в этом месте и то там у них непонятные рейды и да и то и там как бы такое я думаю ни один штраф здесь не выпишут во всяком случае ни разу жизни мне за 8,5 лет не выписывали ни один штраф ни одно постановление ничего вот этого кстати тоже могут пойметь без шапки раз если он сейчас не перевернет хотя тоже оставлю даже не будут скажут он никому не нужен за 500 рублей там девчонок остановят а он проедет ну если бы в Булгарещике то тоже девчонка остановил бы а вот что почему нет они красивые классные едут видно что если в кабриолете едут в плюс 28 градусов это туристы это 100% у меня был кабриолет я знаю там можно либо утром на нем ехать либо вот ночью либо когда вот плюс 20 там плюс 22 градуса ну я знаю у меня было два кабриолета а если там даже плюс 23 градуса ты уже не можешь там уже жарко да хоть ты кондиционер включаешь тебя вроде обдувает но получается тебя просто продувает и все потому что у меня я продал кабриолет получается 4 раза что ли за весь год и то я на нем больше зимой катался там феврале на рыбалку там удочки закинешь там торчат и то едешь по приколу и все потому что сейчас ну представляете вот сейчас даже окна откроют вы обалдеете сейчас даже да конечно да сегодня еще там более-менее а вчера ну да сейчас ну сегодня-серон духота из-за этого дождика нравится вам здесь конечно девки голые ходят мне тоже нравится работа есть зелени очень много да ну вот дышишь и настроение поднимается улицы все чистые вылизанные ты берешь просто у тебя настроение поднимается нет такой депрессухи мы в Подмосковье живем мы там в Орехово-Пердуевых не мы вы первый человек кто сказал что живет в Подмосковье обычно все приезжают мы живем в Москве тебе на е а где именно Орехово-Зуево я говорю ну базара нет прям Москва плюс-минус 100 километров а вы видите сразу Подмосковье что-то вы не похожи на жителей Подмосковья они всегда говорят мы живем в Москве потому что мы с ЛНН а что добрались на самолете или все-таки на самолете в Москве мы просто жили раньше нет я имею ввиду ну может на машине приехали там с друзьями может еще что-нибудь не очень да что если с кем-то нормально нет нет тяжело дочка поехала две тысячи километров две двести нет тысяча семьсот откуда от Москвы у вас какой город там Истринский район ну это там недалеко от ну тысяча семьсот километров тысяча семьсот пятьдесят недалеко мы от Москвы двадцать километров нет здесь просто настроение видите понимаете здесь зелени много ну как-то здесь хорошо все же приезжают отдыхать у всех настроение хорошее нет вот этого негатива в Москве там захочешь с девушкой познакомиться да вот там ты бежешь здравствуй как тебя зовут она бежит за ней бежишь она тебе что-то объясняет потом как-то ты номер дала и все успела не успела да там такое все да там особенно зимой вообще я как в метро сел я помню один раз два месяца не видела солнца просто два месяца у меня уже такая депрессия есть такая и все серое максимально ну опять же вот в Москве самой да заработки есть а если я к Подмосковскому там блин такие заработки там как бы аж это аж это аж стыдно иногда дочке предложили работу в школе в Орехово-Зуево за сколько там 33 тысячи я говорю ну смехота она говорит да она говорит вошла в другое все абсолютно нет ну а как вот на 33 тысячи как ты проживешь мужчинка поэтому или вся жизнь в Подмосковье ты едешь в Москву каждое утро в 4 утра как дебил потом и всю жизнь в электричке живешь вот ну просто вот я знаю как это все происходит и все хотят сэкономить все с вагона в вагон бегают в норковых шубах я помню я просто в Москве часто бываю вот они с одного вагона в другой там друг за другом думаю мужики женщины ну как так а я еще зашел оплатил мне бывшая жена говорит ты что дурак что ли ты что оплатил я думал ты что говорит ты разоришься если платить вот так вот мы делаем я говорю не-не ребята вы так делайте я так не хочу мне как-то неудобно каждый день ездить на год ну каждый день не но все равно это добираться конечно некоторые вообще по 2 часа просто в Москве реально почему в Москве все самые читающие потому что что там еще делать 2 часа когда ты едешь в этих электрическом метро конечно ты либо музыку слушаешь либо читаешь либо еще что-нибудь досыпают иногда можно проспать и все зато в электрическом весело у вас у нас же ласточки а у вас там я еще помню заставил зеленые там носки трусы на гармошке на гитаре там калеки вот все все ходят вот эта развлекаловку раскраски нет такого ну это я помню Владимирское направление веселое было Владимирское которое до Владимира идет там прям весело в НР ДНР ну что нормально же это сейчас после ну а уже все теплее климат чем в Москве хотя в Москве тоже там сегодня у нас солнечно тоже у нас теплее значит ну зима конечно суровая ну да мама Надя я сейчас со второго телефона перезвоню вот так вот ты залез с парковками тут конечно вообще да с парковками здесь жесть беда 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 я прям прям извините прям один звонок сделаю как бы просто это теща она святой человек сами понимаете проклянет уже потом да здрасте здрасте а ну все я сейчас приеду через 15 минут на транспортную да на транспортную а домой 10 минут хорошо 10 минут сейчас приеду 10 минут хорошо значит так надо уйти с линии как-то значит так как-то у нас уйти с линии в любое время можно с линии уйти или не там определенное время да вот как-то можно уйти я просто там кто-то решил родить ни с того ни сего ну как так без моего ведома ну ладно жена? ну да поздравляю спасибо это супер блин как мне с этой линии-то уйти через 300 метров поверните налево вот уйти с линии все ну джо уже 39 недель немножко вот все уже в принципе не сказать что поздно или рано все вовремя все все сейчас я к ней доеду почти приехали мальчик девочка девочка давайте вещи в салоне вторая уже одной уже 21 год уже такая ой вы так решились конечно это же второй брак второй брак это первый брак был такой пробник на минималках а сколько в первом брак ты прожили? я сейчас скажу сколько 20 лет 20 лет у нас 15 лет нет 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 ну как два года просто у меня как бы суровый график шел год за 10 читался поэтому 20 не так два года конечно а мы просто 15 ну это блин столько уже я думаю сейчас в современном мире столько не живут ну молодцы ну вы как-то на второго осталось 100 нет я хочу и второго и третьего потому что как бы путин же сказал что вот смотрите вы вас двое правильно ну и соответственно чтобы род продолжался надо должно быть трое потому что если два это все это да по нулям поэтому три должно быть поэтому я вот зато я хочу чтобы еще и третий был чтобы пройти 15 лет дочки мы такие ну наверное полз не у меня дочки она вот все как бы неделю диплом защитил психолога все как положено у вас вот здесь ваши друзья ждут это переулок ривьерский здесь поэтому вот здесь а это у нас здесь резиденция премьера да поэтому спасибо все спасибо счастливо спасибо да ребят походу 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 у меня ребятенок должен родиться да вы не знали да согласен да я скрывал свою Надю чтобы никто не сглазил ее и так далее да у меня дочка да 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 я счастлив я целенаправленно к этому шел я вам серьезно говорю целенаправленно к этому шел серьезно говорю ну значит так дать я выйду а нельзя пока на заказе завершить все я завершил спасибо за поездку все заказ будет оплачен наличными все не хочу вам ставить оценку в приложении подождите секундочку я видите еще ну бяра толком не разбираюсь ну что напишите как вам такой формат как вам такой формат нравится вам не нравится разговоры ну пока все попадаются прям действительно как бы хорошие ребята душевные прям мне не знаю мне пока прям заходит не знаю вы напишите как вам это как вам такой формат получается интервью людей и все как вам ну в целом не знаю мне кажется мне было бы интересно не знаю может я уже старый стал а так получается знаете не всегда бывает подписываться на интервью потому что многие из вас же любят пройти по внешности правильно же там обсудить у кого какие губы и так далее но эта девушка с ЛНР очень красивая красивая и первый 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 человек за сколько там у меня уже в сумме 30 заказов да 30 заказов точно есть который там взял пожал руку поздравил и так далее приятно все равно и знаете еще ни одного человека не было который вот меня бы узнал я обычно когда я хожу там по улице или еще что-нибудь меня обычно все узнают но здесь ну хорошо пока фортит потому что я думал что если прям сильно будет узнавать думаю возьму маску чтобы кашлять и так далее а так получается нормально а может быть и не говорят может быть стыдно что там ну как бы пока ты успешный риэлтор с тобой на улице здоровается все а как ты там просто таксист да да еще даже не комфорт плюс а ты просто на обычном комфорте то может быть и западло сказать что меня кто-то знает и по-разному напишите в комментариях что вот вы по этому поводу думаете ну а что а мы ползем к моей любимой зоне тебе на е ползем 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 посмотрим что будет да сейчас машину сначала поставлю непонятно где в общем ой да уже хочу чтобы уже жена родила потому что все равно последний вот вот 8 месяцев тьфу было прям обалденно все хорошо там не было никаких вопросов ничего там просто было на ура 8 месяцев просто было огонище понимаете просто огонище было а вот уже когда оставались вот последний месяц да последние 3 недели уже конечно она и спала и просыпалась и так далее да и я вы видите как бы вы наверное заметили что я сам не свой ну почему я сам не свой ну потому что я как бы это ну не звучало да я переживаю я переживаю за весь волнительный вдруг ты не сможешь ребенку дать то что ты хочешь я понимаю прекрасно что скорее всего пойдет моя результативность я понимаю что скорее всего ну много моментов например там мне как бы есть возможность закрыть сделку в в дубае там и все а я не могу в дубае сорваться потому что я не могу как бы взять сейчас от жены потому что ну ей же нужна моя поддержка в конце концов правильно же согласна же ну вот так вот все это да и конечно же тоже думаешь чтобы потому что у меня например мне как бы это немножко звучало непонятно как но я скажу я не помню своего ребенка в возрасте можно сказать там до 7 лет я не помню потому что я работал я уходил жена с ребенком спали я приходил уже ребенок спал да и жена в принципе уже одним глазом глазом уже спала как бы я там работал в то время учителем пытался заработать хотя бы что-то потому что я не хотел хрен без соли доедать хотя и по-разному бывал и вот здесь примерно стоит святое вино тоже сам приходится работать пахать за счет того что у нас эти процентные ставки просто высокие ипотеку стали меньше брать люди у кого есть деньги они там стараются целью ситуации которая сложилась в россии выжать по максимуму да там депозитами еще что-нибудь поэтому сейчас экономика это стагнация кто бы что вам из телевизоров бы не говорили я общаюсь многими людьми во всех сферах вот даже вот да вот мы сейчас проезжали да там у нас понимаете сфере там даже чаевые не оставляют да чаевые ну 200 рублей ты на 40 тысяч посидел там представляете сколько на 40 тысяч нужно обслуживать бегать так далее а тебе раз и все а тебе раз и вот тебе подачку дают 200 рублей ну ты стыдоба ну серьезно стыдоба да по-другому не назовешь ну и все в таком духе все в таком духе поэтому здесь конечно ребенок уже большая зона ответственности но есть разница когда ребенок у меня рождался 22 года назад и я конечно же там не знаю там был очень сильно себя не уверен все здесь к ребенку я уже отнесся немножко по-другому здесь это смыслом был это был целенаправленно как бы я именно хотел чтобы ребенок поэтому нас все было как у белых людей сначала свадьба была до 4 числа 4 августа годовщина свадьбы потом получается у нас было это да и сами понимаете да представляете как мне было тяжело удержаться чтобы не сказать обычно же двумя подписчики все все знаете да как мне тяжело было так тяжело было удержаться от того чтобы не сказать там что я скоро стану папой а ну классно же классно и когда я говорил про то что там как бы дочь твой не в наде например не как бы в через год студии она зарегистрировалась и это даже были как пока беременна выплат и так далее я бы говорил про нее просто как бы от лица другого человека ей там никакие не выплаты ничего хочу я плачу блин большие налоги все делаю но понимаете как бы но сказали что раз у вас есть две машины в семье а у нас сейчас три машины в семье раз у вас три машины в семье раз вас квартира большая и так далее вам ничего не мы государство не обязаны в этой жизни вот так вот понимаете такая суровая правда жизни наде речь немножко успела в понедельник хотел пойти на маникюр педикюр чтобы рожать как говорится там с чувством с толком с остановкой а может быть просто это может может ложная тревога в общем давайте мы сейчас заедем мы сейчас с вами заедем здесь не дается вот мне судьба не дает показать вам реальный заработок в такси потому что то мне то одно то другое то третье то четвертое понимаете но не дают мне провернуть вам действительно для отработать и погодить так у меня всегда у меня там до другое но если раньше бы я на все забил бы то сейчас для меня семья на первом месте пускай хоть вокруг все там развалится все на первом месте понимаете вот это вот суровой правда жизни а раньше было наоборот а раньше для меня на другом месте конечно же когда эти поездки с дочерью и там покупки дочери получается я чувствовал что мне не хватает моего внимания как отца и мне приходилось все это компенсировать чем деньгами там ну и подарками так далее но это же не есть хорошо это же какая-то конченная ерунда поэтому в этот раз я так не хочу в этот раз я хочу по-другому я хочу я хочу видеть как мой ребенок делает первые шаги хочу видеть как ребенок начинает ползти как ребенок скажет первое слово точнее два слова джесси заткнись до джесси заткнись джесси собачка у нас есть вот и вы так ладно давайте мы немножко сделаем паузу скушаем веселый тикс сегодня на 6 июля посмотрим чем у нас все это закончится пока ну что что продолжаем съездил свои дела знаете как вот начинаешь от пробовать что-то сделать и у тебя получается вот прям сразу наваливается вот это все то одно то другое то третье то четвертое понимаете вот серьезно будет прям вот вот так вот все происходит и никак иначе поэтому мы сейчас с вами все таки выйдем на линию о попробуем я просто смотрю даже вот уже немножечко гли поглядел и уже понимаю что вам такой формат понравился потому что во первых люди с вами делятся тем или иным это круто же но я считаю что это очень круто мне кажется я все-таки нашел вариант именно чтобы звук идеально был вот здесь направил в общем вот как бы так сейчас мы с вами ждем заказ детское кресло и оставить не ставил включите gps короче а он у меня просто не не может распознать мою локацию ладно давайте мы попробуем включить и и выключить в общем здесь гео локация плохо работает все по идее гео локация меня не заработала на отлично изменения на балансе пришли ну-ка дать посмотрим что у нас такое у нас получается давайте посмотрим что у нас интересного и ну как так слушать здесь реально связи нет ну-ка здесь связи нет поэтому если чувствуете что что-то идет не то лучше вы возьмите и переедьте в другое место потому что раз у меня интернет не прогружается то соответственно здесь у нас может сделать четкие выводы что скорее всего мы здесь заказ и не получим все пришли чаевые 150 рублей чем благодарить за отличную поездку нифига себе 150 рублей чаевые пришли этого не 50 рублей блин 150 рублей а что это у нас ну-ка дать посмотрим подробнее ну-ка нифига сейчас у меня упала увидели какую желудку что ли упал заказ был 381 рубль клубничная 142 вот тот самый парень понимает прекрасно что он пашет и так далее когда вы там сидите и наедаете бешеные суммы но при этом вам жалко не за этом чаевые понятно что ничего хорошего в этом нет поэтому видите как бы вот так вот ребят понимаете поездка на секундочку там 150 рублей до за с за собаку не стал брать доплату за собаку но все равно ребят ну согласитесь что круто да все равно взял мне чаевые 150 рублей перевел хотя заказ был 350 мелочь но приятное настроение им поднял поднял вот все 150 рублей от парня парень с ночного клуба кит тебе респект и вложения спасибо тебе огромное ну серьезно спасибо тебе огромное просто пока это сам большие чаевые за раз 150 рублей мелочь а приятно слушай даже не ожидал даже не хотел бы ну как бы но есть и есть чаевые но нет и нет чаевые ну как бы особо не заморачивался думаю ну зачем не заморачиваться да нафига а тут знаете все равно как бы мелочь а приятно а самое интересное знаете что с чаевых тоже вроде бы как бы свой процент определенный забирает а яндекс не не знаю напишите в комментариях с чаевых забирают у нас или не забирает вот например в стриптиз-клубе в стриптиз-клубе там например вот забирается всего из чаевых и со всего остального а вот здесь непонятно да рядышком школа номер 14 а подальше школа номер 13 здесь 14 школа это жилая комната сосов мечты время 19 35 поверните налево сейчас может что-нибудь такое интересное подснимать ну куда же нам ехать то поворачиваю направо еще раз направо это конечно дорога такая мне не нравится задали такая узенькая как знаете узкая узкая такая же да как это как это стрипизерша на первом месяце беременности ну слушай ну вот я не я не знаю наверное здесь должно быть да где же еще у нас какой там адрес у нас волоградская 28 да наверное здесь все переключаемся здрасте какой-то несовременный парень сейчас сейчас вез с виноградной короче девочку посадили на автобус а сами двоем два парня как понял жену посадили на автобус а сами поехали такси я думаю прикольно не наоборот а я не замуж на какое-то другое место поехали вы у нас куда вам куда у нас а вот может быть это и ладно не тогда извиняюсь все не там реально прикольно я подъехал к автобусу остановки где rd house где синий домик такой у вас какой адрес надо в другом месте да у вас другом месте ну что где лучше здесь или на 1 виноградный не знаю я в гости приходил что нас едешь не едешь хоть как бы покажи но я вот жесть да тут бред да проехать живи а вы откуда я отсюда только родилась через 300 метров ну место сколько месяц прожили уже 16 да ладно 16 лет вам всего 15 как вы могли 16 лет прожить если вам 15 не серьезно 16 лет прожили здесь обалдеть я здесь восемь с половиной лет живу мучаюсь а вы хуп уже 16 лет ну не знаю такая красота орск оренбургская область а вас уже с новосибирска нтл знаете группу и нтл мелодия сердца что этот нтл это же новосибирск конечно это за счет нашей молодости нас вам на виноградный до доедем сейчас доедем такой район лучше за вокзальной или виноградная или на высоче одинаково мне кажется все мне кажется если до центра ближе все равно прогуляться правильно же может пешком пойти там до ночного клуба до бестужев бар до ужраться и и доползти а на виноградный ты не доползешь наверное поэтому не нажираюсь бестужев не ходите бестужев не ходите нет я не пью вообще не он тоже может просто там потанцевать через 300 метров держитесь правой полосы вот так понятно понятно у нас нубяра они не знают что здесь они у них главное давай проезжай о все теперь узнал вы не пьете да а что вам лет ой так вы ровесец моей дочери 2002 год 27 сентября а так вы прямо уже почти это почти прям прям классный январь 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 бать тянь январь у тебя тихо 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 пройдут мужики дать пойду все что все есть у закончили институт закончили а почему не знаю решил работать на себя я захотела учиться тем более в сочи образование не качество она кого пробовали то учиться такие такие да но там повторюсь ничему не учат поэтому решил очиститься плюс бюджета нет и за это еще платить 100 тысяч ну чисто за то что а еще это еще и платная у вас было да ладно обалдеть здесь нет бесплатно на дизайнера решила не буду тратить время жизни просто начну работать и сейчас с кем работаете дизайнером тату мастером тату мастером у самое страшное что есть на свете это пьяный тату мастер да как оксимирон вы знаете что оксимирон вот и вроде он говорил словно пьяный тату мастер это жесть зато можете бывшему отомстить взять и блин ну да там что такое наколоть такое прикольное хочу пользоваться просто нет а вот цветные делаете до цветы сок же стоит одна татуировка стоимость рассчитывается размер от места детальности это очень индивидуально стоимость от 5000 примерно я хотел например путина себе на левой груди ну потому что раньше был сталин ленина сейчас хотя хотел путин путин жил путин жив путин будет жить подпись вв путин вы же новое поколение вы родились при путине и может быть даже бука и когда живете прибудить у вас других президентов не было правильно покорме медведева до разделили у меня гудочка также 2002 года она родилась при путин она считает что у нас путин это не фамилия а это должность должность у нас президента если есть должность путин молодцы за него значит народ много желающих это местно да потому что то это это же долго доделать туристы не успевает до это сделать татуировку а от того что нам дорабатывать доделать или нет я другие татуировки делаю я маленькие делаю памятные всякие а маленькие ну чаще всего это больше спроса ну блин ну а я думал какие-то такие как картины бьете там золотые купола какие-нибудь это уходит из современного а что сейчас моде в тренде что сейчас более минималистичные татуировки то есть такие более простые вася да а что сейчас вот могу модно вот что же какие-то рисунки и линиями минималистичные я чаще всего по женским рисунку какие-то цветы воздушные какие-то такие более там женские прикольно а бывают женские купола женская церковь женский монастырь дайте попросили гадать набить а крылья набивая на открыто же модно да у девочек нет уже слушай ну прикольно так татуировки вы и ножи в русах но и делать эти временные как в турции или хной тоже делаете сколько не в турции стоит 10 долларов на вроде здесь долларов сколько в рублях тысячи рублей да когда это ничего на дому делать или у вас прямо студия да ладно прям арену платить да все как положено смысл своя не ну все равно же помещение этот нож был найти аренду руку стать ну если не в центре то да у нас вот на гагарина там попроще со стоимостью а так в целом да по сочи очень дорого гагарина где парковку что ли на гагарина где парковку что ли нет ну вот прям вот где хлебзавод там а прям где хлебзавод да агам понял а где клиентов находите через соцсети через запрещенные сети через запрещенные сети да да странно ваш мальчик-то без единой татуировки по идее вы должны бы на него не увидели они настолько маленькие что да ладно вы еще скажете что там в зрачках не буди тварь там или как-то как-то модно которое кажется есть да вы его забили да нет 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 это не мой мальчик это мой друг а друг тогда если мальчику наверно сел в такси доехал с вами до конца и потом бы возвратился так во всяком случае когда я был маленький молодой я так но девушек провожал ну времена другие я бы ему всегда прям прям до подъезда провожал вот всегда прям ну это по-другому никак нет пап так учил сейчас уже нет такого да джентльмены вымирают да ладно хоть и такси игры игру вот смотрел картину там парни отправили на этом на автобусе а сами хоп на такси поехали на самую липкую красавцы молодцы думаю через 600 метров круговое движение третий съезд кстати хорошо да без пробок им да прям хорошо да сегодня прям классно а вы все до 8 вам сейчас 2 часа на приготовку потом пойдите на ночной клуб да что такая будет сукручная суббота вам 20 21 год но но мы не обязательно же пить может пойти потанцевать там а потом соседи внизу будет на вас жаловаться ну да может садится рта когда замуж Класс. Винограда какого адреса еще раз? 135 руб 10. А, это в яме, да? Да. Нормально же все было, нормально же общались. Ну как так-то? Это яма, это яма. Я не специально. Барселона, да, наверное? Жилой комплекс. Да. Ладно, сегодня может быть полегче будет. Развернуться там, да? Яма, яма. Я когда с мамой доезжаю, она всегда как-то быстро разворачивается. Вроде там не сильно. А вы отдельно сейчас от мамы живете? А? Отдельно от мамы живете? Да, от мамы. Почему? Не знаю, как-то я быстро самостоятельности научилась. Я с 16 лет одна жила. Да ладно, обалдеть. Сирота прям выгнали. Не, не правда. Да. Да нет, шучу, шучу. Я говорю быстро отчисливаюсь, пошла работать и все. Уже на 30 себя чувствую. Ага. Да нет, наоборот, надо пользоваться. У меня дочка тоже там, хочет там быстрее работать. Я говорю, учись. Говорю, студенческие годы, они самые прикольные. Они интересные. Не, ну если бы меня полностью обеспечивали родители, давали прям столько денег, сколько мне нужно, я думаю, я бы тоже этим использовалась, и пока кайфовала бы. Не, ну я дочке даю деньги. Ну как бы, ну как бы, пока она учится, конечно, я даю деньги. Сейчас проблема то, что у большинства моего возраста вообще нет отцов. У меня тоже не было отца никуда. Ааа. И у большинства моих подруг нет отцов. Не, ну мы так тоже, женой-то бывшую не живьем. У дочки было два года, когда жена развелась. Но это не значит, что, ну я же все равно, дочка-то моя же, родная. Я отца не раз не видела просто. Офигеть. Значит так, нам показывают здесь вниз. Все правильно показывают? Да. Верните направо. Ааа. А то я думала, у вас дальше туда в яму. Оказывается, здесь просто перестали спрашивать. А, ну здесь не такая яма. Там яма, там всем яма яма. Там яма такая, вы там просто обалдеете. Я еще думаю, нифига себе, думаю. Нет, там ни разу не была. Это и лучше вам там не быть. Там жесть. Там такая яма, блин. Почти приехали. Пожалуйста, не забывайте. Перекрасили домик. Этот домик продавался не так давно. Нет, здесь нормально, здесь еще хорошо по сравнению. Здесь потому что такого трафика нету. Нету столько домов. Туда, да? Вниз? Да, но можете тут. Если вам там неудобно будет разворачиваться, я могу отсюда дойти. Да ладно, как будто это весьма. Вдруг вас кто-нибудь сейчас по дороге украдет. Не надо. Скажут, набей меня, слышь. Путина, Ленина, Сталина. Да, вот тут вот. Да ладно, здесь дом есть. Я даже не знал про такой дом. Обалдеть. Спасибо. Все, пожалуйста. Спасибо вам большое. Хорошего дня вам. Вам тоже хорошего дня. До свидания. Не, ну вы видели, да? Видели? Девочка, да? А уже работает и уже зарабатывает. Видели, да? Вот так вот. Я в шоке. Не, плохо, конечно, что в институте не доучилась. Плохо, конечно, что... Мужики, так называемые, самцы, которые ребенка заделают, а потом никакую ответственность не хотят нести. Конечно, одной женщине тяжело. Поэтому, уважаемые мужики, вы будете уважаемы только в одном случае, когда вы будете нести ответственность за своих детей. И дети это святое, это круто, это классно. Я серьезно говорю. Если бы у меня не было дочки, я бы и 10% не добился того, чего я добился. Понимаете? Даже 10% бы не добился. Я вам серьезно говорю. Поэтому дети это такой мощный мотиватор. Дети это такой мощный стимулятор, который действительно вам... Который действительно вам открывает и глаза, и все остальное. Вот здесь я знаю, что можно развернуться внизу. Сейчас мы с вами развернемся. Поэтому, даже если вдруг вы разлюбили ту, которая вам родила. Ну, бывает же такое, да, что все, да, разлюбили и так далее. Ну, вы все равно, как бы, дети-то, дети-то не должны страдать. Согласны со мной? Дети страдать не должны. Поэтому я думаю, что если вдруг вы решите с ребенком общаться, тем более решите ребенку помогать. Знаете, на душе становится гораздо легче, гораздо проще. Вот у меня, например, если вдруг ребятенок родится, я, конечно же, все сделал возможно-невозможно, чтобы ребенок вырос в хорошей, любящей семье. Да, у всех бывают осечки, у меня с первой женой была осечка, но мы все равно с ней в хороших отношениях все, и, как бы, я считаю, что я максимально активно участвовал в жизни своей дочери. Конечно, жена участвовала лучше, жена участвовала больше, тут даже и разговоров не может быть. Но факт остается фактом. Факт остается фактом. Вот и вы, получается, вы мало того, что не общаетесь со своими детишками, да, там, какая, представляете, какая, ну, а вы не видели, я же не показываю людей, очень красивая. Ну, очень красивая, да, самодостаточная, да, целеустремленная, понимаете. А, получается, вот, из-за того, что вы, там, не знаю, там, не нашли общий язык ее с мамой или еще что-нибудь, или решили поиграть, не знаю, там, в прятки и все, вы просто взяли и сломали ребенку жизнь. Ребенок, ребенок с 16 лет живет отдельно и понимает прекрасно, да, она, может быть, и училась бы, и она, может быть, и получала бы образование, понимаете, но она вынуждена работать, вынуждена зарабатывать. 300 метров, поверните наверху. Понимаете, а потом, когда, ну, не знаю, я считаю, что вот все должны, дети пройти через студенческие годы, так всегда весело, всегда прикольно. Я первый раз, помню, упал в общежитие с третьего этажа вниз, вообще жесть, там, так сильно упал, потому что общежитие, педколледжи-то святое, понимаете, на третий этаж ты ползешь, ну, блин, романтика, блин, романтика. Ладно, мы сейчас быстренько подъедем, сейчас попробуем быстренько подъехать, поворачиваем налево, вот, видите, здесь даже алкашам нельзя сидеть, пистолетик какой-то, дебил, да, вот, как бы, здесь же резиденция Путина. Слушайте, ребят, здесь останавливаться нельзя, вы же это, вы же блокируете проезд, вы что, а если остановились так, то вы должны с люстры, а ты свет включи, джедай, рыцарь. Все, короче, мы с вами, вроде бы, доползли до места. Вы приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Как хорошо у вас тут. Да, холодильник там, рыбу возим, чтобы она не простудилась. Чтобы не простудилась. Да. Куда мы там едем с вами? Да мне, на самом деле, куда-нибудь наикратчайшим путем, чтобы без пробок, ну, в район, там, в сити-парк отеле, примерно, я там пешком пройду от Торджиники. А, библиотека имени Пушкина, так она еще закрыта? Нет, почему библиотека? Ну, потому что это самое святое место, там, библиотека имени Пушкина. А зачем? Конечно, все, все ходят в библиотеку, потому что там... Культурно обогащаются. Да. Что, серьезно, даже не ходили ни разу? А, Балтик, ну, как так-то? Командировки здесь, одна работа. Ну, вот все и ходят, ну, как же, к Достоевскому, Лермонтову не почитать? В школе читали. Да я стебуюсь, там просто библиотека имени Пушкина, это в подвале стриптиз-клуб Монами, самый крутой стриптиз-клуб в России. Это в сити-парке? В сити-парке, да, в подвале. Я жил в сити-парке, я видел с торца там, да, этот... Жестко, да? Нет, там красивые девочки, красивые. Ну, так стоит думать. Там, да. Серьезно, это самое такое... Да, там прям классно. Мощное, да? Ну, то, что там есть, вот еще открылся, еще московские, зажигалка. Ну, это вообще шляпа, просто там даже, просто, даже идти даже не хочется, даже если, даже если набухался, там все равно неинтересно. А вот там подход другой, там, блин... Они там не совсем голые, они там как бы раздеваются, но там шоу, да, они там красивых платьях вечерних ходят, такие все, такие прям, каждые 30 минут они там переодеваются. Ну, там круто прям, ну, очень круто и очень красивые девушки. Ну, со всех регионов России и не только. Ну, это понятно. Поэтому, когда говорят, библиотека пойдет, у нас все понятно. А это библиотека называется, да? Да, потому что, напротив, библиотека Пушкина, а там, напротив, это внизу, получается, стриптиз-клоп. Ну, вот я неоднократно жил в фитипарке, да, я видел это заведение, оно как-то со стороны моря, да, получается? Да, да, со стороны моря такой, да, в подвале. Ну, классное место, классное, крутое место. Просто отдыхать. Да нет, так сейчас пройтись, на набережную спуститься. Да еще, наверное, рано сейчас. Хотя нет, сейчас же девочки, наверное, в 10 часа, наверное, все готовятся. Сейчас же пойдут, у нас же старый добрый маршрут, это Бестужев бар, потом пойдут в Атлас, а потом с утра это у нас Кит, так это, платформа так называемая, и там уже догоняется до 7 утра. Я тоже представляю, где это, на набережной, там такой пирс выносит. Да, на пирсе, да, 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 все верно, да, все верно. А я вчера, как пенсионер, прошелся по набережной, ну, тоже от сити-парка в сторону порта. Да, и что-то молодежи вообще не увидел. Ну, действительно, видимо, молодежь в барах. Они ночью ползают, ночью, они же как эти, в Вундерлаге, вот они же ночью. Ну, вот я в 10 шел вообще, ну, какие-то там, ну, семейные такие движения там были, концерт Лепса, там вот это все. Мне что-то такое думаю, а где молодежь-то вообще, в Сочи или где она, или в Адлере? Да нет, и в Адлере так же, там они тоже все по себе приползают, эти дети подземелья там все в 12 часов ночи. Ну, правильно, после моря там все пришли в номера, в номерах там посидеть, побухать немножечко, и часам к 11 уже быть. Ну, да, да, я бы говорю, поэтому еще рано сейчас ехать. Ну, так сейчас, мы зато тут сейчас можем поесть спокойно. Да нет, мне поесть, я себе целый день, у меня седьмой день командировки рабочей идет, 7 дней без выходных. Завтра восьмой, это перелет домой, возвращаюсь. Какой город? Москва. Москва? Да. Ну, ладно, Москва только Москва. Ну, все равно, да, здесь зелень, да, все равно, да, много чего. Ну, я тут, я же тут прилетел в Минводы, там взял машину на прокат, потом Краснодар, потом Ростов, потом у меня Сочи вот вчера, сегодня. Ну, и где лучше всего? Не, ну, понятно, Сочи тут курортный город, но это как, его не с чем сравнивать вообще в России. Да-да, несравнимые, да. Да, здесь, ну, просто несравнимо, вот. В Краснодаре очень красивые девушки, очень красивые девушки в Краснодаре, таких я, ну, в Москве тоже, конечно, разные там контингенты, дорогих районов. Они же там все уже все на приехали, но приехали это всюду. Вот, но в Краснодаре все в платьишках, все на каблучках. Да ладно, серьезно? Все губки накрашены, все они такие аккуратные. Я говорю, в Москве тоже всего много, это тоже понятно, ну, крупный город, там, всего можно найти. Ну, Краснодар, прям, концентрация, она... А Ростов? Она зашкалит. Ростов по-другому, прям, совершенно по-другому. Ну, разные абсолютно города, то есть. И по, вот, так скажем, как модно говорить, сейчас вайбу, да, настроению. Ага. Краснодар, он такой, ну, опять же, в центре жил, понятно, что окраины, наверное, как-то все там поскромнее, поспокойнее, а вот в центре все, кафе, веранды, все сидят, всех все хорошо, все смеются, улыбаются. Ну, то есть, такое... Не, ну, Сочи, понятно, что Сочи тут. Сочи есть Сочи. Столица наша. Ну, что, Краснодара мы удивили, там, у меня просто ассоциация Краснодара, это пробки, пробки, там уже даже на девушку никак в жизни не посмотришь, как-то вымотаешься. И это все, да, в течение дня, да, но ты вот вечером выходишь, вот так же там куда-то сходить поужинать, вот эта улица красная, она одна, собственно, и вот, и там просто какой-то кошмар, ты идешь, и ты даже сфокусироваться не можешь, то есть, ну, я не первый раз, я вот уже, ну, по работе там больше года отличаю за южный регион в компании, там, частенько бываю и в Сочи, Краснодаре, вот это все, и Ростове, в том числе, особенно вот эти вот как раз города, три. И прям, ну, Краснодар каждый раз, то есть, прям стабильно, это не то, что там попал так, настроение такое было, прям, прям стабильно. Ну, и как жесть командировка, нравится, не нравится, это развитие пути, ну, то, что командировка постоянно, отношений толком не заведешь, потому что постоянно мотаешься. С одной, да вот сейчас заканчиваются отношения как раз. Вот я так вот чувствую, потому что, ну, как командировки-то жесть. С одной стороны, вроде как хорошо, но когда вот такие, ну, вот восемь дней, то есть, я прям с воскресенья по воскресенью, в то воскресенье я прилетел в Минводы, и вот завтра в воскресенье я возвращаюсь. Завтра я возвращаюсь, и в понедельник я выхожу на работу, то есть, ну, понимаете, до вторая неделя просто без выходных. Верните на лево. Ага. Там, там, в бухгалтерии завидуют, вот у нас там сотрудник на югах неделю там провел. Ну, это все. Можно по-разному провести. Ну, это такое, да. Когда ты из Краснодара сидишь и думаешь, как тебе на машине переехать. Верните на лево. И понимаешь, что тебе надо проснуться в 2.30, чтобы в 3 уже выехать. И ты встаешь и едешь, как бы, всю ночь, а в 10 утра в Сочи встреча уже, как бы. Ты должен быть бодрячком на встрече и, как бы, еще что-то говорить. Через 300 метров, держитесь правой полосой, а затем поверните направо. Хорошо, когда это все в меру, когда уже в обыденность переходит, это тяжко. Это, да, есть такое. Значит, так, здесь у нас небольшой будет затор, но ничего страшного. Там из-за светофоров. Да вы дай меня, смотрите, где-нибудь. Да не, доедем сейчас. Что-то тут. Прохладно машине, сейчас дойдем. Тут осталось ехать чуть-чуть. Сейчас дойдем. Ты тоже, я, бывает, там в Дубае ездил, в рабочую командировку. Ну, там тоже ты ни разу не искупался, ничего. И там даже такое наказание по такой жаре. А другое дело, когда ты ехаешь отдыхать, все равно разный подход. Это вообще совершенно разные вещи. И здесь тоже самое. Одно дело, когда ты здесь приехал отдыхать, это одно дело. Другое дело, когда ты живешь, если работаешь. Это абсолютно другое. Абсолютно разные вещи, понятно, что ты там и не ходишь на эти пляжи. Когда отдыхать, люди приезжают с деньгами, приезжают тратить. Они правильно с утра проснулись, пошли там на пляжик. Взяли там какие-то напитки, лежат, отдыхают. Ну, это что? Когда ты работаешь, правильно, вот эти пробки. Это да, есть такое. Ну-ка, давайте посмотрим, кто там у нас. Алло. Добрый вечер. Да, я понял. Хорошо, я вас увижу по геолокации. Я вас увижу. Пошел. Ага. Пошел. Опаньки. Так что-то... Ну, я вот в пятницу приехал, я говорю, всю ночь ехал, на встречу съездил, 12 освободился уже, думаю, ну все. Надо и тоже немножко отдохнуть. Я был на пляже в этот... Ривьера. Угу. Мне посоветовали. Я вот на Эмеретинке знаю там, ну пляжи такие неплохие, а тут даже и в Сочи. Да нет, здесь вот сейчас по набережной пройдет, здесь поинтереснее. Тут, потому что есть виды пляжа Хаят, Дель Мара и так далее. Тут прикольно. Лучше, чем Ривьера, да? Ну, там он, как сказать, там Ривьера, он бесплатный, муниципальный. Бесплатный. Знаете, сколько мне обошлось на пляже позагорать без алкоголя? Сколько? Шесть тысяч. О, нормально. Ну, так, чтобы его просто... А что там сделали? И из еды я ел шаурму и компот, ну морс там какой-то, лимонад, лимонад. Это, чтобы вы понимали, то есть не омаров я там заказывал. Я сел какую-то шаурму, ну, неплохая, и вот с лимонадиком. Мне отдых стал с 12 до 6, до 7, до 6. Шесть тысяч. А, это за лежак, да? За лежак, за зонтик, да? За лежак 1200, машину припарковал за 2800. За сколько? Полотенце. 2800, обалдеть. Да, 2800. 7 часов по 400 рублей. Офигеть. Лежак 1200, полотенце 950. Ну, понятно, что кто отдыхает все это там, ну, без машины. Там же все отдыхают в режиме бомб, потому что они же все с собой там на коврике, как собаки лежат. Ну, я вам просто рассказываю, зашел один день и вот как бы вот так. Ну, да, весело. Короче, лучше было на такси ехать, правильно же? Дешевле. Да у меня время тоже, думаю, ну, сейчас пока поставлю машину, пока я приеду на такси. Время уже было 12, думаю, ладно, мне тут один день, это не убудет там. Ну, сам факт, тоже лежу такой, думаю, ну, нормально я заехал. Ну, да, есть такое. Есть такое. Это вот в Дубай ты идешь на пляж и тебе, получается, ты берешь сразу и сразу 12 тысяч у тебя раз уйти, и уходит 12 тысяч. Даже без полотенца просто. Ну, вот, да. Поэтому такие вот. Все. Не, ну, там хорошо, хороший в плане вот организации, конечно, персонал ходит, все, как бы, камеры. То есть я там вещи оставил, у меня там... Зону прогулочную сделали прикольную, да? Зону, да, то есть там и спортивные площадки, под мостом там, в тенечке, люди там что-то занимаются, такие, знаете, как показывают. Раньше на фильмах американских там где-то Лос-Анджелес там, я не знаю, люди на спорте там. Ну, красиво все. Море там, я не знаю, как оценить, чистое, нечистое, кто-то там мне... Местные говорят, не купаются. Да нет, местные не купаются, просто нет времени просто. И кто-то из местных будет 6 тысяч из них платить. Не, ну, я говорю, 6 тысяч тут у меня такие, они вещи, то есть для людей, которые немножко хоть подготовлены к пляжу, было бы там дешевле. Ну, шезлонг, ну, 1200, ну, вот. И полотенце, и он, 2000, хочешь, не хочешь, отдай. Ну, полотенце свое, конечно, можно было бы там взять. Короче, сожрал больше машина, да, проще было на такси ехать. Да, да, конечно, проще на машине. А потому что я туда подъезжаю, я понимаю, ну, где я ее сейчас поставлю, так, чтобы на городскую. И потом я обратно выезжал, я так смотрю, думаю, ну, где бы я ее поставил. Да нигде там, все знаки остановки, ближайшая территория, остановка запрещена. Надо уехать куда-то далеко и, опять же, ну, или пешком там долго идти. Ну, ладно, я говорю, у меня-то такой разовый день. Я думаю, знаете, что вам лучше от морского вокзала пойти. Если вам нужна молодежь, все, там сейчас будет, вот, с левой стороны, где это пляж Южного Молота. От порта, да, я уже пойду? Да, от порта, вам будет удобнее. Там, потому что и этот артист, который, там, фестиваль, может это подслушать, там кто-то там выступает. Да, нормально, как раз мне, да, и чтобы там не спускаться, потому что от Сити-парка там вниз. Да, да, там вниз. Здесь, я думаю, вам комфортно будет по набережной пройти. Да, я тут и выйду, конечно. Сейчас этого поближе сделаю, потому что чуть-чуть. И парковать, да. Да, отсюда лучше, значит, гулять. Тут вот одно не нравится гулять, все затрахивают этими прогулками, просто, там, приглашают покататься на яхте и так далее, задавливают. Так все хорошо. Ну, что вам, люди работают тоже, привлекают. Ну, да. Тут в марте последний раз был, там, яхт, ну, не яхт, еще лодочку, там, прогулку. Вообще, копейки предлагали, ну, понятно, что там, может быть, не сезон особо был. Я даже знаю, сколько сейчас вот стоит выйти в море на прогулку. Я что-то даже тоже, я в этом году не выходил, что-то. А в марте прям буквально там за 4-5 тысяч индивидуально, то есть, например, там вдвоем. Нет, сейчас, мне кажется, десятка вроде, десятка. Мы, потому что, когда женой катаемся, мы обычно 10 тысяч отдаем за 2 часа, что ли, там, 10 тысяч рублей. Да, ну, где-то 2 часа, да, и там так же прогулка такая небольшая. Там, наверное, можно с лодки вот летом так поэт покупаться или не дают? Нет, дают, конечно, конечно, конечно. В открытом море, получается? Да, без проблем, да. Есть еще у них и лодки, которые с гидроциклами, где можно там покататься прям по... Ну, это понятно, это уже другие деньги-то наверняка. Нет, обычно не так много, они там обычно примерно то на то и получаются. Сейчас туда ближе к вокзалу. Да, к вокзалу там будет. Получается, следующий перекресток. А вы в Сочи живете, да? Да, 8 лет живу в Сочи. Ну, как, нравится вообще? Конечно, нравится. Ну, лучше города нет, в моем понимании, так. Здесь, да? Вот здесь вы пройдете, и тут как раз сможете вот здесь вот отсюда. Ну, это и есть порт. Да, вот морской порт, да. И здесь вот прям пройдете все. Хорошего дня. Все, хорошего дня. Монами. Все, вроде ничего. Зажигалка, может, ваша? Не, не моя. Ладно, уберем, спасибо. Знаете, так. Вот и все. Ну, я вижу, парню, надо было дать совет. Да, куда-то сходить, в библиотеку и так далее. Раз отношений таковых нет, конечно, нужно было дать совет. Ну, кто-то зажигалку забыл. Ну, она простая, обычная. Думаю, надо ее куда-нибудь выкинуть. Напишите мне, бывает, что зажигалки могут взорваться в машине или не могут взорваться в машине? А? Ну, куда вы? Ну, ты езжай, пожалуйста. Езжай. Кстати, зажигающий не показывает, что надо ехать дальше. Из-за этого пробки случаются. Кстати, да, ночь-то мы с вами не катались, да? Сейчас ночью прокатимся. У нас сейчас ждут клиенты. Посмотрим, что из этого получится. Ну-ка, давайте посмотрим по геолокации, где же они у нас находятся. Ага, где же они у нас находятся. Ну-ка, ну-ка. Где у нас эти Арджоникидзики, да? Через 300 метров поверните направо, во двор. Через 300. У тракториста, блин. Даже какие мы юморные, да, с вами? Эх. А вот здесь, кстати, геолокация сбивается. Ладно, мы сейчас с вами доползем. Давай. Ребята, идите. Давай, проходите, ребята. Ну что, давайте, чтобы людей не снимать, давайте мы сейчас прервемся. Здрасте. Да, здрасте. 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 Рав, на карту возьми. Вам куда? Роза. 39, да? А, на улицу Роз, да? Роз, да, 39. Ага. Через 200 метров поверните направо. Здесь геолокация сбивается, тупит. М-м-м. Но бывает. Народу много, да? Ну да, днем уже дождик был, а сейчас все вышли погулять. Тем более сегодня суббота же. Все злачные места работают. Держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Сегодня уже все заработал. Полная посадка в сыроварне, да и в этом даже в кашалоте. Насколько здесь все не очень вкусно. Сиром посадка полная. Это самый хороший, да, здесь тоже? Ну, вот сыроварня классная вот здесь, сыроварня. Классная, да она? Да, прям хорошая. Там чай-ханан, как бы неплохая. Здесь, сказать, бургер такие настоящие, лучше, чем всякие разные. Тимоти, там подобные вот эти вот. Прямо действительно про его настоящее такое мясо. Здесь эти устрицы, если вдруг надо там. Сыроварные, да? Нет, нет, не сыроварные, в кашалоте, да. Поверните налево. Там есть такие устрицы и там подобные. Ну, тоже на любителей. Устрицы, ну, мы сегодня ели, попробовали. Ну, миди, наверное, ели. Нет, устрицы. Устрицы. Да, три заказали, вторую спорили, кто ее съест. Я говорю, блин, да, рука. Ну, свет надо тушить, и все. И все, ночью, кто съел, того и тапки, все. Ну, на любителей, конечно, они. Да, конечно, на любителей. Я морепродукты не ем, мне прямо от них ворочат все. А я сегодня говорю, ну, так, молокию, скумбрию, говорю, только рыбы дают, так как сырой. Здесь же, видите, в Сочи, наверное, больше надо про кавказскую кухню, про мясо, там, барань и так далее. А морепродукты там где-нибудь, не знаю, там, где-нибудь возле Охотского моря где-нибудь там. А здесь то что? Пока дают, там, тем более морепродукты мне сам легко отравиться. Баранину мы ели здесь вкусно. Баранину очень вкусно, да. Ну, тоже смотря какой ресторан, смотря какое кафе. Ну, вот, где отель ели, грейси, там, чиканатов. Блин, классно вообще, просто, ну, бомб. Это есть такая, да. Не отдаёт ничем. Что-то все на набережную едут, на набережную, что-то все наоборот. Что-то все обычно на набережную сейчас едут. А мы в этот, какого, ребровом поедем. Как он хочет взять? Без телефона хочу посмотреть. Уже на день рождения. Правильно. Через два месяца выйдет в 16-й. Вы не говорите, вот только... В 16-й уже, да, вот сентября, 27-го сентября. В 16-й уже, скрали, презентовали уже. А, уже все будет? Да, 100-процентов. В 27-го. Его, вот я заметил, главное, вовремя 3D назад, пока он в цене еще вот новый. Да, его надо продать вовремя, да, вот, да, чтобы... Потому что там добавляешь, либо рассрочка она небольшая, как бы, копеечная, там можно... Да тоже за ним бежать, одни одинаковые. У меня есть и есть и 13-й, и 12-й, и 14-й есть, и 15-й, вот здесь в 15-й. А там в багажнике бардашки 13-й, да все одно и то же, вот ничего не отличается. Я купил себе 15-й iPhone, получается, в мае месяце, только до этого ходил в 6-й. Вот в 6-й и ходил 5 лет. Я 15-й брал, думал, там, типа, короче, съемный диск подключать через этот Type-C. Ни разу ничего не подключил, вот просто вот брал, вот думаю, ладно, думаю. В итоге взял терабайт, но толку нет. Ну, короче, шляпа это все. Ну, единственное, что вот разъем это новый, как бы, все равно удобнее, как ни крути. Не надо этих, целую кучу, сейчас, возить вот этих вот шнурков и так далее. Все равно взял там и камеру зарядил, и все, что угодно. Да, да, вот это удобно. А 16-м, а ничего принято, не знаю, что там было. Не знаю, может быть, какую-нибудь четвертую камеру в пиндюху, это еще скажет. Телевик, или я уже даже не знаю, чем можно удивить. Потому что, вот если взять 14-15, ну, разницы реально не было особой. Ну, даже совсем не было, даже 12-й. А то, что увеличивает вот из 15-й вот так вот, как-то приближает хорошо? Блин, ну, я не могу сказать, что прям хорошо приближает. Да оно, такое приближение оно не нужно в большинстве. У всех. У нас все равно, да. Х1 у всех, и у меня, например, чаще всего я, наоборот, узкий делал. Ну, чтобы широкий захват был, наоборот. Как телевик, это надо ставить на штатив, чтобы было. А так там немножко тряханулось, и кирдык. И уже ты не знаешь, что там делать. Да. Интересно, цена, какая его будет сейчас? Ну, я думаю, 200+. Мне кажется, уже давно уже все за 200 ушло. Ну, вот как от войны началась, сразу и ушло. Так зарплата не ушла, плюс. Не война, а священность, специальная операция добра и свобода, вот так. Так же по телевизору говорят. Добра и свобода, везут и везут. Не было здесь, сейчас смотрю, прям полдевятого, прям народ поехал. Везде пробок не было, прям хорошо было, прям классно было. У нас дорогая, у нас и техника дорогая. Мы в Казахстане были, чтобы в работе ездить. Техника дешевле, там машина особенная. В два раза, прям. Что, ну, китайские наши, что-то? Да китайские наши шляпы, я не понимаю. У меня есть у дочки, я купил их Хавл, вон, седьмой. Ага. Вот, как бы, вроде все работает, но как-то, вот, как-то, вот, не знаю, вот, что-то не то, да. А трюк, наверное, тоже не дешевые, да? Езжут, да, они все, как бы, по-моему, у них же у всех там расход по 13-14 литров. Ну, вот у меня Каен, да, кушал 13-14 литров. И у нее, у этой 190 лошадиных сил, вот это, F7, вот такой вот. Только у этой 150 сил, а у нее 190 лошадок, двухлитровый. Вот, просто, как бы, вот, вот, даже она экономичная, там уже кондиционер отключала, но все равно он, ну, я не поверю, вот, вот, 14 литров минимальный расход. Одно дело, когда ты на Каене, там, 340 лошадок, либо там полный бред, а другое дело, когда ты там 190 китайских лошадей пытаешь прокормить. Ну, бред какой-то, все равно. И то, я говорю, обслуживание, он тоже дорогой, да? Да, обслуживание такой недешевый. Ну, конечно, 10 тысяч там вливаешь, там, непонятно откуда, деньги. Такое. Он у нас один тоже, он на холоне. Как не едешь, 25-30 тысяч отдаешь. Давай, бать, же, продавать, кому она нужна, вот сейчас мне пробег 60 тысяч, кто вот ее на вторичном рынке возьмет у нее? Я говорю, попробуй продать, говорю, добавлю, говорю, куплю себе тебе другую машину, какой-то Audi Q3, давай тебе куплю еще что-нибудь. Не знаю, она говорит, вот будет меньше, я говорю, зачем тебе такая большая машина? Да, я говорю, всех берут в кредит, потому что дают им там рассрочку. Заманивают люди, я даже вот эту игру знаю, то, что у меня тоже с соседом, у нее Киев была, он ее намывал, не ездил. Киев, Рио, X5, как это это? X-Line. Да, да, X-Line вот тут. Там, ага, я не знаю, там даже из гаража, да, в гараж, тут там по Новоспаске в севу ездил, все, и загонял ее. Там даже царапины не было, не дай бог, там кто-то поцарапает, он ее тряпкой тер, потом всю ночь. Пошел, сдал. Второй дым. Взял китайца. Да он на Киев еще ездил бы там 1200-200. Да, и похоронили вместе от Киева его. Да, это китайца, я не знаю, что будет. Самое интересное, что вот китайца, который вот, он идет в Комфорт Плюс, а Тигуан, который в полтора раза дороже китайца этого, идет только в Комфорте. Вот такая штука. Они вот этим заманивают тоже. Я уже не знаю, там если в случае аварии хотя бы одна подушка, хотя там же нет, там же нет, у них же там иконки, и самое главное же там все, иконки, они сразу отворачиваются и все. Ну вот Комфорт Плюс, без кондиционера, на всем порядке экономят, потому что у них расход вот конский вот на этих китайцах, поэтому они стараются и кондиционер отключать, и все. Я как-то хотел купить китайцев там по дурости. Потом жена сказала, Макс, ну ты что, ты что, говорит, ты что, говорит, как ты говно какой-то выбрал. Мы проехались вместе, этот, Exit RX. Посмотрели, и я понял, что чутка какая-то, как попахивает какой-то шляпой. Я удивился, что на тест-драйвской машине там половина датчиков бы горела. Я говорю, а вы это, да это мы просто не сбросили. Я говорю, ну как так, говорю, вот как вы на тест-драйв даете, да, как бы люди смотрят, а они же не тупые, они же видят, что гирлянда горит. Там то одно, то другое, то датчик АБС, а это мы помыли неправильно. Как может помыть неправильно, я не понимаю, вот как может помыть неправильно. Раньше Toyota была, а сейчас там Exit продают. Ну вот, да, да, вот здесь так же у нас. Вот, и он, он тоже говорит, да бросит, говорит, пацаны, говорит, вот там 5000 проехал машин, там рычаг полностью под замену. Все гремит, все стучит. В носик, в Владимир. Да, у кого в двери гремит, там, у кого что там, в своей жизни машина нет. А что купить? Он говорит, купить Toyota. Ну-то это тоже, не знаю, сейчас, если честно. Я считаю, корейца все равно, если не хватает денег, корейца набрать, да и все. Нет, кияшки, да, хорошие. Вон, палисад стоит 5,5 мне предлагали, да, вот 5,5 палисад. А некоторые бегут и покупают, например, того же самого китайца, всякие танки по 7000, всякие танки покупают, всякие 300 и так далее, где нужно еще отсосать у тартариста и все. А так, вон, палисад 5,5, да, большой сарай. А вот, ну, этот, тоже с Китая, тоже занимаются, пригоняют мальчишки. Вот они тоже, 3, так, это 19-го года, ну, где-то, да, 4,5, под пятак будет палисад прям, ну, 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 да. Ну, это сейчас у них открылся, правильно? Ну, да. Сосед, надо сказать, он гоняет. Маршрут пилистового, на овощи, вон, на этом, на границе. В Беларуси застряли, да, а в Литве, да, да, да. Он уже гонял машину, 25, и нам получается, и 5 машин у нас сила заказывают, и 2X5, ну, там, неважно. И все, и на Литве встали они, сейчас вот бег, не знаю, когда встали. Выдернет, не выдернет? Да, просто выдернет, не выдернет. И тогда вот. Вот как главпочтант, здесь раньше было, был кинотеатр, вот отсюда отмеряется весь метраж, вот отсюда, прям, вот, да, вот, ну, да, вот, этот почтный. Да, почта, да. Ну, так красиво сведется, Сочи. Есть тут на парк Риверна, где, там, пляж, там, сделали красиво, все подсвечивается, все обалденно. Не, ночью, там, круто, круто ночью смотрится все. Ночью все горит. И полыхает. Русского города? Ульяновск. Ульяновск? Ульяновск. Врядно с Ульяновском, да, с рабочих поселков. О, значит, вы все летчики? Ульяновск, все, кто, все, лед не заканчивает. Не, мы не летали. Ну что там, Сульяновск, на машине можешь спокойно доехать? А мы на машине. А мы на машине приехали? Да, потому что там вот выехал. Ну, Волгоград, Ставрополь, да. раздадар приехали вы как раз у нас уходной игры давай рванем с ульяновска хороший комфортно дорога доехать и даже с волгорода доезжал с волгорода пониже ехал чисто или стучит все чтобы на ростов не цеплять там весь на дорогу ремонтирует а это чуть ниже я брал кропоткин белая камер меньше камер нету гаишников нет и и больше грузов нет а также можно ехать 120-140 км в час также мы также домой пойдем а если в сторону сейчас ростова пойдешь там пробка там просто опять же эти ростовские дальнебои которые считают что их вся дорога они берут просто по беспределу там у них везде знак что на левую полосу нельзя занимать грузовым им там по барабану там фиолетово вот недавно с москвы ехал доехал до ростова думаю нифига себе думаю они ночи совсем едешь вы камерами на ним пофигу они пролетают сигнализации тип-то чуть придется да да есть такое мне нравится как они обгоняют от друга 1 90 другой стана круиз 91 обгоняет потихонечку там у них это грамм круто сделано значит забили на эвакуацию раньше у нас когда был пахомов у нас эвакуировали не успел там покурить его хоп выходишь все машин нету а сейчас смотрю беспредел раньше так и так и не могли поставить здесь просто выкурали жестко у нас до его жены было его жены было там вообще жесткого садов это хорошо порядок был а здесь получается бардак ты там не проехать ничего не можешь как у нас казань когда красиво всего там там сестры застройщики все строится планшу строится все расстраивается ваша жизнь на москву хорошая дорога даже открыли до там открыли до казани самая дорогая да получается там просто проехать там просто без трусов останешься получается вот например от казани до москвы 6 поинты но все равно дорого но если получается москва сочи обходится 5 500 а это путь это там гораздо больше правильно же а там меньше да но сделали такое я помню я москва-питер и обратно что-то у меня там вышло все 7000 туда и обратно по платке а тут до скоро завозу платить то что дышим сюда так и будет вроде да и батон и все это транспортные налоги потом сделали транспорт налог от не а раньше да платон сейчас введем налог не будет на транспорта и налоги оставили и платон ввели раньше да бензин дороже сделаем налога а в итоге у нас все и бензин подорожал и налоги подорожали все подорожало все мало все по акции все сейчас нас первый поворот будет ненормально не знаю еще команду дали собирать со всех налоговый трещин все да 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 это тоже все прям вот команда ли там я говорю у человека там и по этом был или еще что-то заработал не заработал там все но у меня есть там заработал не заработал то берешь от по башка ешь каждый транспорт лишь каждые три месяца доберешь и башля ешь по трансфон тысяч и все мало денег сколько продают нефть внешней экономики на нуле поэтому все дают изнутри оплодился поверните направо все равно газа не перекрыли ну да так все будет да а то прям уж сами занимались газпром рост нефть они не таким путем будут они через другие страны так и все в европу дуром телевизору говорят что вроде закрыт закрыт они просто обезличивают и все там такие транспортировки вот так вот ребята ну что едем дальше даже даже хороший позитивно вы заметили вот я серьезно вот я отвечаю я снимаю все и хотя бы один кто-нибудь там негативный был все на позитиве вот реально все на позитиве со всеми классно все хорошо проходит может мне так везет но я сейчас тоже хочу с линии уже уйти потому что но блин все не хочу домой ехать как бы все-таки жена любимая еще тут увлекешься и будешь так работать да вместо того чтобы сейчас посидеть нормально по-человечески пивка попить пивка для рывка правильно же все хотя кому я говорю лучше пивка чем ты берешь и таксуешь я же убить информацию собираем он как бы так ладно надо водичку пить жена скопе гид в воду когда с правильно ведет да вроде правильно я просто знаете как бы стараюсь доверять навигатору стараюсь доверять навигатору потому что как-то я вчера захотел по альтернативному маршруту а потом мне еще сказал лёха сказал макс ты чё делаешь как показывает по такому маршруту и езжай ты вообще по идее не должен там потому что я вчера раз думаю по-другому проеду а потом раз думаю через дублер а там встал в пробках понимаете просто взял и встал и все конечно в том числе пассажиры остались недовольны они понимают прекрасно вот тебе яндекс подсказывает как как ехать так и езжай ну нафига ты так не экспериментируешь это эксперимента я короче их повез на 12 минут позже ну как бы дольше ими тут на 12 минут поэтому тоже как бы совсем все хорошо короче все работает у меня пока ой как красиво здесь все светится ё-моё может пойти сейчас взять жену да погулять слушай ну почему ночью прогуляться надо хотя знаете сколько ночью градусов плюс 28 градусов плюс ну здесь не тротуар блин вот все ладно короче мы тут уже почти доехали давайте мы с вами перед переключимся на на обычную камеру